Экватор пройден, полет нормальный. Магнитогорский Металлург сыграл ровно половину матча регулярного сезона КХЛ и уверенно возглавляет турнирную таблицу Востока. Очередную выездную серию подопечные Ильи Воробьева начали в Сочи, где одержали яркую крупную победу. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Исход встречи, по сути, был предрешен еще в стартовом периоде, в котором гости перебросали хозяев со счетом 22-8. Уже в дебюте первое звено магнитогорцев разыграло шикарную комбинацию, буквально разорвав оборону сочинцев. И Денис Зарипов отличился в третьем матче подряд. Всего за неделю, прошедшую после начала нового этапа сезона, нападающий забил столько же, сколько за предыдущие два с половиной месяца. Незадолго до перерыва Металлург еще раз подтвердил Реноме лучшей команды чемпионата по игре в большинстве. Сергей Терещенко неотразимо бросил издалека и установил новый личный рекорд. До этого больше четырех шайб за сезон защитник не забивал. Не прошло и минуты, как своеобразный привет своей бывшей команде передал Денис Казионов. Его бросок поставил в тупик Двентрия Шикина и отправил его на скамейку запасных 0-3. Вышедший на замену Константин Барулин долго оставался сухим. Во втором периоде шла равная игра, а его концовку хозяева даже оставили за собой. Но Василий Кошечкин не дрогнул, отразив в этом отрезке 16 бросков. А в заключительной трети случилось грандиозное событие. Сергей Мазякин установил новый бомбардирский рекорд хоккейного клуба Металлург, набрав 437-е очко и обогнав легендарного Евгения Корешкова. Но гол капитана стал не последним достижением гостей в этот вечер. Все тот же Мазякин вместе с Зариповым помогли Ярославу Хабарову забросить первую шайбу в сезоне и установить окончательный счет 0-5. Магнитогорцы продолжают уверенно возглавлять таблицу Восточной конференции. Их следующий соперник – Торпеда. Прямую трансляцию из Нижнего Новгорода смотрите в нашем эфире в четверг, 17 ноября в 21 час 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова